здравствуйте дорогие друзья это будет завершающий фильм что касается фото вспышек переделки длительное отсутствие фильмов было связано с тем что были заказы по мушкам и пришлось очень много переделать разных схем пока я не нашел вот то что мне нужно значит проект вот как вы видите фила 106 107 105 как вот они называются завершён здесь регулировка понятное дело дизайн немножко я изменил под себя и под свои нужды сделал регулировку идет от 100 до 310 вольт практически при мощности до 70 джоулей 7 джоулей минимум это вот одна десятая по стопам для меня в принципе то все это устраивает все хорошо для предметки и для съемок на расстоянии до метра это еще годится при макросъемки как вот допустим мне нужно было фотографировать разные бывают приманки в частности вот как вы можете видеть вот такие миниатюрные ну как их на расстоянии метр снимать макросъемка должна быть соответствующим объективом и ставил сюда и фильтры как удобно ну понятное дело что таскать вот такую бандуру и фотоаппарат около двух килограммов с объективом заком крайне неудобно поэтому я искал другие варианты другой вариант это я купил на ол x и будем говорить так по дешевой цене вот эти норма фил этот 16 и попытался переделать схему в интернете очень много схем где есть регулировки по на основе применения диммера попробовал я этот механизм да и то есть фактически не меняя схему ну будем говорить так разорвал плюс и по плюсу идет управление на конденсатор плюс на поджигающий остается отдельно вроде бы все удобно все хорошо попробовал я скажу откровенно вот если ставить диммер вроде бы идет регулировка на регулировка какая нет отсечки напряжение на тиристоре это значит что конденсатор может зарядиться вот вы выставите там 120 вольт а он может и все 170 потянуть поэтому я пересмотрел все эти варианты и пришел к такому выводу собрал свою схему здесь принципе то наработки большинство автором и нашего харьковского странника и вальдемара шиманского из польши все старые наработки короче я взял сделал от одну сборку перепробовал под свои нужды что получилось вот этот фил еще я как говорится здесь не сделал но оставил здесь место где был установлен синхронизатор там я могу отвертка выставлять минимум ну то есть вот как здесь в этой платке которая уже будет завершающие я сделал там эту регулировку практически от работает от 4 до 32 35 джоулей все вроде бы хорошо но я опять переделал схему поставил удвоитель напряжения давайте пока она не подключена буду показывать собран удвоитель напряжения зависимости от величины вот этих конденсаторов мы можем выбирать ту мощность которая нам необходима вот эта схема может работать и практически с любой мощной лампы не только допустим со сто двадцаткой или же у меня вот были как вот вы видите это вот от луча стоят здесь вот мощность несколько меньше головка от луча с тоже специально приобрел на улык все чтобы издеваться и пробовал разные лампы накаливание то есть практически работает достаточно удобно что здесь хорошо в этой схеме практически я могу здесь вот если так камера видно этот добавочный резистор на моей регулировке можно меня его выбирать плечо и практически от 80 вольт до 400 с лишним так как вольта добавка дает мне удвоитель напряжения сами понимаете 600 вольт для чего это было сделано для того чтобы было более стабилизированно вот вся моя вольта добавка стабилизирует все изменения которые я могу был запас мощности если делать без нее на диммере то практически вот то что мы сети будем тянуть вот это мы сможем 300 вольт максимум 310 мы можем вытянуть здесь же пожалуйста я в экспериментах честно скажу когда включал в аварийном быстрый режиме то есть до 480 хорошо что конденсатор еще выдержал не так быстро потому что он 400 вольтовый здесь все очень просто единственное что я еще немножко здесь вот на колхозил потому что это завершающий вариант другая печатку я уже сделал печатка габариты и и получается 4 сантиметра вот это все убирается обрезается на 5 сантиметров можно ее удлинять и до 6 сантиметров то есть практически влазит в любой фил в любую вспышку и голова абсолютно не болит принцип работы ну давайте чтоб мы не были голословными я сейчас вам вот покажу значит отвлекся эти вот схема моя регулировки позволяет от 3 практически джоулей ну то есть минимум минимум вот сколько вот возможно и до 300 с лишним вольт я спокойно могу вот сейчас вы видите вот идет лампочка неонка моргает то есть это недостаточно но я в принципе то не рылся с этой микросхемой вернее с этой головкой не настраивал ее не подстраивал ничего не делал поэтому надо менять здесь и конденсаторы все очень удобно для макросъемки иметь вот такую схему выставил я нот как вы видите или тут вот плюс минус скачет пока напряжение это я уже потом чуть-чуть здесь доработаю то есть от 110 вольт начинает работать давайте покажу тогда как и что самое интересное здесь не надо делать холостого пыха для того чтобы стравить вспышку и потом поставить стоит здесь допустим если выставляем мы напряжение ну давайте выставим вот максимум по прибору видно я не очень вот тут 300 допустим сколько ну пусть тут 330 340 под на камеру будет видно практически вот вы видите хорошая мощная вспышка если я беру уменьшая до минимума у меня также здесь уменьшается напряжение но что самое интересное не надо стравливать для вспышку потому что вот как видите не уночка начала моргать то есть это говорит о том что на конденсаторе вот то напряжение которое я выставил ведь и луч то есть уже вернее вспышка сработала по самому минимуму и их просто изумительно конечно я немножечко под шаманю потому что честно скажу ну закрепить вот такую такие две головы вот на всей длине провода боль около метра но вы помните наши все лучи вот достаточно удобно достаточно хорошо все как вы видите срабатывает от инфракрасного опускателя можно в принципе это поставить еще включить от этого фила и вот срабатывает и один и второй я даст очень доволен потому что практически быстро удобно хорошо ну правда пришлось немножко повозиться со схемой ну а дальше уже я здесь немножечко из схему из изменю ничего практически не греется единственная вот самая такая высокая температура это вот на гасящих питающих резисторах этот 5 умный практически никакой этот на 300 так 360 получается ум достаточно это так комнатной температуры если у меня здесь 28 ну может 32 градуса вот и все в принципе так как вы видите можно регулировать больше меньше вот все по максимуму сразу она срабатывает учитывая то что здесь конденсатор у меня стоит не на 800 микрофарад на 100 то есть здесь вы можете сами уже в свою вспышку городите ставить вот тот который вам практически больше больше подойдет по габаритам есть в полароидах есть в разных других ну понятное дело у меня имеется и вот такие конденсаторы чуть поменьше ну это не годится потому что это она очень большой гораздо меньше есть на 300 по моему 50 вольт 500 микрофарад которая я как-то у на мат 24 авторемонтировал и в нем стоит в принципе это можно купить тоже дешевый вариант по запчастям ну так в принципе так как вы видите все меня все вполне устраивает если какие-либо будут вопросы замечания или пишите сразу на почту только огромная просьба указывайте где вы проживаете а то мне по вашим ником очень трудно находить и с вами общаться благодарю за внимание до скорых встреч